Добрый день дорогие друзья, продолжаю знакомить вас со средствами защиты растений от вредителей. На этот раз хочу рассказать о контактном акрициде Аполло, который эффективно помогает в борьбе с растительноядными клещами. Выпускается он в форме концентрата суспензии. Действующим веществом является клофинтезин, которого содержится 500 грамм на литр относится. Это действующее вещество к химическому классу тетразинов. В Российской Федерации Аполло допущен к использованию в личных подсобных хозяйствах, но выпускается он компанией Адама Рус только в одном виде упаковки в флаконах объемом 1 литр. Садовозным же приходится довольствоваться ручной фасовкой. Я встречал в продаже такую ручную кустарную фасовку объемами 1, 2, 5, 10, 15 и 50 мл. Прямых аналогов у Аполло в нашей стране нет. Его основными конкурентами являются препарат Дифломайт, который сейчас можно приобрести в магазинах в официальной небольшой упаковке. И очень известный аккорицид Санмайт. Для использования в личных подсобных хозяйствах он недоступен, однако часто встречается в ручных фасовках и многие садоводы им пользуются уже на протяжении долгих лет. Основные достоинства Аполло. Первое. Это его очень высокая эффективность. По отзывам многих пользователей, Аполло является лучшим средством от паутинных клещей. К тому же он очень хорошо справляется с таким известным видом клеща, как красный плодовый клещ, встречающийся на яблонях, грушах и других плодовых деревьях. Второе достоинство Аполло. Это его ярко выраженное официдное действие. Препарат прекрасно справляется с клещами на стадии яйца, то есть на стадии яйцекладок и на всех ранних подвижных стадиях. К тому же, несмотря на то, что он не действует на взрослых клещей, он стерилизует их и таким образом обеспечивает еще большую эффективность в борьбе с этими вредителями. Третье. Это продолжительное и пролонгированное действие. Препарат убивает клещей в течение 30 дней после обработки, а защиту обеспечивают от этих вредителей на 60-90 дней. Четвертый плюс Аполло. Это высокие показатели по безопасности и экологичности. Этот препарат считается самым безопасным для человека среди всех используемых акарицидов. Он мало опасен для пчел и полезных насекомых и абсолютно не фитотоксичен, то есть безопасен для растений. Пятое достоинство. Это хорошая баковая совместимость. Препарат можно использовать в баковых смесях практически со всеми пестицидами, биологическими средствами, защитой, удобрениями, стимуляторами за исключением сильно щелочных препаратов. Ну и шестое последнее достоинство Аполло. Это удобство его использования за счет применения в составе красного красителя. Очень удобно контролировать точность обработки этим препаратом. То есть сразу видно на какие листья вы попали, а на какие не попали. Теперь о недостатках Аполло. Первый его недостаток это очень узкая специализация. По сути Аполло помогает только против паутинных клещей и некоторых других видов клещей. Но вот даже не со всеми растительноядными клещами этот акарицид может справиться. Второй его недостаток это отсутствие системного и трансламинарного действия. Это исключительно контактный препарат. Соответственно для того, чтобы он сработал, обрабатывать им растения надо очень тщательно. А так, чтобы препарат попал на все части этого растения и достал до всех вредителей. Третий недостаток Аполло это высокий риск резистентности. То есть возникновение устойчивости у клещей к этому препарату. Для того, чтобы этого не произошло, Аполло необходимо обрабатывать не чаще двух раз за сезон. При этом его желательно чередовать с другими акарицидами. Четвертый недостаток Аполло это его плохая доступность для садоводов. Официально он продается, как я уже говорил, только в литровой бутылке. Для садоводов это избыточно. Поэтому приходится покупать более мелкую ручную фасовку. А ее качество никто не гарантирует. Да и выходит она дороже официальных препаратов. Примерно в полтора-три раза, по моим расчетам, обработка Аполло обойдется вам дороже, чем другими доступными для садоводов акарицидами. Ну и пятый, последний недостаток этого препарата заключается в том, что хранить его можно при температуре не ниже нуля градусов. Соответственно, заморозка при хранении и транспортировке недопустима, что создает дополнительные риски, что этот препарат может испортиться. Срок годности Аполло составляет 3 года. Хранить его можно при температуре от нуля до плюс 35 градусов. Инструкция по применению Аполло предусматривает приготовление рабочего раствора из расчета 4 мл препарата на 10 литров воды с расходом 2-5 литров рабочего раствора на одно дерево или один куст винограда. Обработки проводятся дважды, весной до стадии зелёного конуса на яблоне и до набухания почек на винограде, а затем уже в период вегетации. Срок ожидания для винограда составляет 60 дней, а для яблони 30 дней. Мои выводы. Аполло – это отличный акарицид, подходящий для борьбы с паутинными клещами на яблоне и винограде, отличающийся высокими показателями по безопасности и удобный в применении. Жаль только, что довольствоваться приходится мелкой ручной фасовкой, качество которой не гарантированно, да и стоит она дороговато. Тем не менее, если для вас актуальна проблема паутинных клещей на яблоне и винограде, то рекомендую не пожалеть средств и времени найти Аполло и приобрести его для своей садовой аптечки. Средство действительно уникальное, первоклассное, вот именно для борьбы с паутинными клещами на яблоне и винограде. На этом сегодня всё. Спасибо, что смотрите наши ролики. Подписывайтесь на канал, кто ещё не подписан. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки или дизлайки. До новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»